одной из функций операционной системы является обеспечение безопасности безопасность у нас содержит три основных компоненты это конфиденциальность целостность и работоспособность в оранжевые книги это один из первых документов по безопасности есть несколько классов a b c d а самый высокий класс d самый низкий и фактически d класс это никакой безопасности ну например классу d соответствовали системы типа dos старая dos ну и некоторые другие например даже в IBM часть систем могли работать по типу d в unix с самого начала было сделано упор был сделан упор на определенную безопасность по оранжевые книги это примерно соответствовал классу c2 вот такой минимальный класс для стандартных операционных систем ну естественно что были варианты и повышенной безопасности для unix но мы об этом только упомянем рассматривать не будем давайте посмотрим что у нас включает в себя информационная безопасность фактически для обеспечения безопасности операционная система должна быть защищена от неавторизованного доступа должна быть защищена от модификации раскрытия данных раскрыть информации разрушение и задержек в доступе то есть вот она триада информационной безопасности работа работоспособность целостность и конфиденциальность конфиденциальность из нас неавторизованный доступ раскрытие целостность это модификация и работоспособность это разрушение и задержки в доступе то есть вот она триада вся Рассматривается любой операционной системой, которая думает о безопасности Естественно в критериях безопасности выделяется объект и субъект На самом деле явное выделение возникло не в самом начале Даже в оранжевой книге нет еще такого явного выделения Но возникло позднее Понятно что такое субъект это тот кто совершает какие-то действия А объект это то над кем или над чем совершаются данные действия Ну и вот собственно программы данные являются объектами И субъекты разделяются на номинальный и на действительный субъект Но фактически номинальный субъект это как представлен Пользователь внутри операционной системы Это его идентификатор и права доступа Естественно для того чтобы описать как система поддерживает безопасность Водится политика безопасности это достаточно комплексное понятие Она включает очень много разных частей Ну вот например это аспекты технические Организационные, правовые и так далее Естественно что можно рассматривать эти аспекты как ортогональные И разные проблемы решаются в рамках разных аспектов То есть нет смысла решать проблему в техническом аспекте Если лучше решать в организационном или правовом аспекте И наоборот Например можно запрещать доступ к каким-то элементам данных Пользователям организационно Издать приказы, запреты и так далее А можно технически просто закрыть им доступ к этим данным И собственно и приказы то особо не нужны будут Будет решено технически Политика безопасности должна быть полной, непротиворечивой Собственно достаточно Ну при этом должна рассматривать все возможности доступа субъектов к объектам Полная, непротиворечивая Вот в этом чувствуем, что не хватает или полноты, или непротиворечивости Если вспомните теорему Гёделя То там полная система противоречива А непротиворечивая система неполна Поэтому вот данные Представления о политике безопасности Какой-то оксюморон получается Управление доступом Выделяет несколько типов управления доступом Ну два основных типа Мандатная дискрепционная модель доступа Есть несколько подходов Узкий подход Он у всяких безопасников Связанных с правительством И так далее бывает Узкий подход, когда Под мандатные дискрепционные модели Засовывают конкретные модели безопасности Скажем На мандатную модель Это модели Белла Лападулы И вообще это семейство моделей А на дискрепционную Это Харрисона Роза Ульмана Но есть более широкий взгляд Мандатные модели Это большой класс моделей Которые устанавливаются Независимо от пользователя системы То есть сам пользователь Не может влиять на эти мандатные модели То есть это некие обязательные модели И дискрепционные модели Это произвольные модели Которые сам пользователь Может носить изменения Но в данном случае у нас Более узкое понимание Вот тут к мандатным моделям Относятся модели Типа Белла Лападулы С метками безопасности Это модели типа Как вы в фильмах видели Например Дела Секретные дела Там написано Только для офицеров Только еще для кого-то Ну и уровни доступа Например Как вы знаете Есть по безопасности Вот собственно Это метки доступа Это мандатная такая модель Недостаток вот именно Вот этих моделей Это на самом деле Не ограничиваются Мандатные модели Только вот этим подходом Недостатком этой модели Является Некая грубость Но впрочем Тем она и хороша Дело в том Что на высоких классах Безопасности Мы модель безопасности Еще должны иметь доказательную То есть не просто Некую заданную модель безопасности А такую модель Чтобы можно математически доказать Было что она безопасна И чем проще модель Тем проще доказать Не очень удобная модель И поэтому Она применяется Только в специальных системах То есть нужна Достаточно Важные Некоторые Причины Чтобы применять ее К мандатным моделям Относится например Дополнительные еще и модели Типа ДТЕ Домейн Тайп Энфорсмент Представителем Только модели Селеникс является Ну и большой набор Которые не ограничиваются Уровни Моделями Белла Плападулы Но Тут мы рассматривать Это не будем Произвольный доступ Или дискреционный доступ В основном Это Представляется Что большая часть Таких моделей Это модели Типа Харрессона Роза Ульмана То есть Некая Таблица Доступа Задается И по ней Рассматривается Доступ Субъектов К объектам Простая модель Хорошая Легко Реализуется Но Если мы хотим Какие-то сложные Права доступа Построить То Возникают Некоторые Ограничения Есть Дополнительно Изменения Изменения К этим моделям Это Вот Например Списки доступа Или ролевые Модели Вот Модель Со списками Доступа Активно Применяется К Моделям Типа Харрессона Роза Ульмана Фактически Там Эта модель Позволяет Группировать Несколько Субъектов И объектов В Некоторый Список Доступа Не группу Потому что Группа Все-таки Получается Тоже не очень Удобная И Гибкая Система А вот Списки доступа Списки доступа Получили Свой Ну скажем Звездный час Свою Основное Развитие Во время Рассвета Файловых Серверов То есть Когда Операционные Системы Совместного Пользования Рассматривались Как Хранилища Файлов То есть Это До того Как они Стали Являться Серверами Приложений Вот Списки доступа Получили Широкий Широкое Развитие Рассвет Как говорится Дополнительно К этому Может применяться Ролевая Модель Ну Если Списки доступа На самом деле Можно Как-то Наложить На классические Модели То Ролевую Модель Нужно Интегрировать С самого Начала Ролевых Модель Тоже Целый Спектр Мы Их Рассматривать Вот здесь Вот не будем Более подробно Например Ролевые Модели Вы Сможете Рассмотреть В курсе Безопасности Авторизация Ну Вот это Вот то Что На западе ААА Называется Авторизация Аутентификация Идентификация Это как бы Сверху Если снизу Идти То Сначала Идет Идентификация То есть Мы задаем Получаем Идентификатор В системе То есть Во время Логина Пишите Свой Логин Логин Собственно Идентифицируется С каким-то Номером С какой-то Записью В таблице Данных Это Ваш Идентификатор В системе Потом Вы Задав Идентификатор Производите Аутентификацию То есть То что Вы Знаете Некое Секретное Соответствие Это Может быть Пароль Это Может быть Пожалуйста Отпечатки Пальцев Сетчатка Глаза Ну Что Пожалуйста По СМС Что-то Вам пришло Вы ответили То есть Владение Неким Аппаратом Вот Это Аутентификация То есть Вы Авторизация Авторизация Может быть Статическая То есть Однократно Вы вошли Там у вас Прописано Что вот Этому человеку Такие права Пожалуйста Но при этом Мы можем Поставить Ограничения Скажем На количество Процессов На количество Дисковой памяти Которую Вы Занимаете На Время Работы На часы Работы И вот Это Будет Каждый раз Будет Динамически Проверяться Не Вышли Вы За Ограничения И так Далее Концепция Безопасности Юникса Это Простейшая Концепция Строится Ну Как В то Время И Было Принято На Модели Групп И Пользователей Значит Пользователь Является Номинальным Объектом Безопасности Мы Можем Группировать Пользователей В группы Ну Тут Самое Интересное Что Собственно Раньше Действительно Группы Имели Большое Значение На данный Момент Управлять Многими Правами Доступа Проще И с помощью Списков Прав Доступа Поэтому Группы Сохранили Определённое Значение Их убрать Нельзя Из системы Но при этом Во многих Местах Мы можем Вместо Групп Использовать Списки Прав Доступа Значит Процесс Это Тот Кто Работает С объектами Фактически И объекты Это Файлы Нашей Системы Права Доступа Строится По модели Харрисона Роза Ульмана Это Тройка Прав Доступа Чтение Запись И Использование Использование Разное Бывает Скажем Для файла Использование Это Выполнение Файла Для каталога Использование Это Просмотр Содержимого Каталога То есть Видите Как бы Право Одно А семантика В зависимости От Того К чему Обращаетесь Разная Ну и У нас Поскольку У нас Троечка Всех Группировки У нас Группируется По владельцу Группируется По группе Владельца И группируется Для всех Остальных Чтобы всех Отхватить И по Три На каждое Получается Девять Прав Это Права На владельца Чтение Записи Использования На Группу Чтение Записи Использования И для Всех Остальных Плюс Есть У нас Три Модификатора Это Suite Bit Это Suite Это Супер Юзер Идентификатор Сгит Супер Юзер Групп Идентификатор То есть Группа Супер Пользователя И Стики Бит Это Липкий Бит Он Имеет Тоже Определенное Значение Мы Чуть попозже Увидим Его Естественно Что При обращении К какому-то Объекту У нас Проводится Проверка Прав доступа Проверка Прав доступа Элементарно Если у нас Есть Некоторые Расширения Дополнительные То есть Расширение Типа Селеникса Это Расширение К стандартных Правам Или Расширение Аклов Access Control Лists То Они Добавляются И проверяются Точно По такой же Идеологии Для них Вот Такая Простая Схема То есть Вначале Проверяем Владельца Потом Являемся Ли Членом Группы А если Не владелищ Член Группы То Права Для всех Остальных Для нас На нас Накладываются Стики бит На самом деле Он первоначально Применялся Совсем Для другого Стики бит Первоначально Отвечал За то Что файл Исполняется Не загружаясь Память А прямо на месте На диске А теперь Стики бит Используются Для Совместных Каталогов Ну Например Вот у нас Тмп каталог Мы В него Пишем У тмп каталога Права 777 Для всех Естественно Что это Не очень Удобные Права Если бы Мы просто Так записывали В него То бы Все наши Данные Тоже были Доступны Всем Пользователям Это Нехорошо Могут Все это Прочесть Но Стики бит Позволяет Нам Делать Следующее При записи В каталог Со Стики бит У нас Наследуются Не права Каталога А Наши Родные Права Как будто Мы пишем В домашний Каталог Таким Образом Создаются Все файлы С вашими Правами И Правами Которые Вы даете Другим Пользователям Скажем Вы запрещаете Просмотр Другим Пользователям Полностью Все То есть Стики бит Позволяет Наследовать Не права Каталога На который Наложен Этот Стики бит А Какие-то Дополнительные Права В частности Права Вашего Вашего Домашнего Каталога Очень Удобный Для Временных Каталогов Для Каталогов Для Общей Записи Модификатор Плюс К этому Опять же Из-за Того Что у нас Есть Права Доступа В виде Таблицы Прав Доступа У нас Возникает Такое Ограничение Каждый Может Работать Только В какой-то Конкретной Ячейке Прав Доступа Изменять Ячейку Он Не Может Но Представьте Что Это Такая Каждая Ячейка Это Ячейка Скажем В Open Space И Вы Выйти Не Можете Выйти Не Можете И Остаетесь В этой Ячейке Навсегда Для Того Чтобы Перебираться Из Для Того Чтобы Дать Какой-то Программе Рутовые Права Доступа Временно У нас Есть Идентификатор Suite Или Идентификатор Sgit Для чего Это Может быть Полезно Например Вы Меняете Пароль Ваш Пароль Записывается В файл Ну Или По СВД На старых Системах Или На современных В Shadow Ну Или Там В каталог Внешний Ну Пусть В Shadow Записывается Это Старое Shadow И Этот Файл Может Изменять Только Рут Если Дать Изменения Каждому Возможность То Каждый Будет Менять И Читать Чужие Пароли И Вот Программа По СВД Это Программа С Кит Бит То И На Время Своей Работы Она Меняет Свои Полномочия И Становится Кru Clap 上 программой Ну Вот Пожалуйста Два Процесса Процесс Без boys Ють Процесс Ють Бит Бит Ють Бит Бэн Бит Исполняем Файл Когда У на место встает execution право и у нас suite маленькая с гид большой с обозначается и стики бит буквой t обозначается и так вот просто исполнение файл вы запустили и идентификатор будет реальный идентификатор который будет исполняться это идентификатор алиса как был так и был а вот если вы по свд запускаете то у вас эффективный идентификатор становится идентификатором рута то есть вот вы становитесь сразу рутом на время выполнения этой программы и можете работать файлом стра по свд стра шеду вот стра грауп значит группы стра групп что мы имеем в этом случае на самом деле тут дырка безопасности большая поскольку если есть в этих программах какой-то недостаток какая-то дырка то можно и воспользоваться и получать проворота на системе не будем обсуждать это пока ограничение этой базовой модели ну ограничение мы уже обсудили она очень простая но при этом а а групповые сбор пользователь группы групповая модель она не очень гибкая но для устранения этого используется списки контроля доступа это устранение негибкости недостаточности негибкости недостаточности этой модели групп ну и вот самая дыра большая это суперпользователи ну грубо говоря в денег все один суперпользователь windows 2 суперпользователя администраторы системы там еще больше дыры ну вот суперпользователь он может как бы летать над таблицей прав доступа в третье измерение выходить поэтому он имеет доступ ко всему в операционной системе и юникс так построен что классический юникс и так построены что без него никак но вот скажем в плане 9 это то что я считаю экстремальным развитием ну на данный момент это его сделали авторы юникса его делали и развили там те идеи которые появились в понимании недостатков юникса там суперпользователя нету то есть реально суперпользователя можно устранить ну и скажем модели доступа типа сили нюкс тоже реально уст устраняют суперпользователи можно работать и без суперпользователя в этих моделях для аутентификации пользователя в юниксе используются процессы типа гетте но программ куча это а дети это как бы облегченные дети а вот собственно это тот процесс который запрашивает у вас логин если вы в консоли текстовой логинитесь ну и например менеджер десктопов менеджер доступа к windows к windows system менеджер доступа к windows system тоже графический менеджер позволяет нам делать точно такие же вещи но в графическом режиме и так у нас в графическом и в текстом и графическом режиме некий процесс ожидает ввода пользователя вот этот надпись логин задается мы вводим наш логин запускается программа логин которая проверяет подлинность данных пользователя и потом запрашивается и вводится пароль мы сопоставляем пароль и идентификатор пользователя и производится его авторизация то есть ему даются определенные права но вот примерно вот так все это выглядит в вашей системе но в современных системах скажем systemd у нас используется та же идеология но немного другие программы ну вот очень простая и логическая система вся информация о пользователях хранится в неких базах данных пользователя стандартно это был каталог файл в каталоге c2 passvd c2 это каталог с конфигами в passvd хранится вот такого типа база данных пользователя входное имя пароль но вот тут вот вместо пароля стоит x это значит что пароль будет находиться в файле строшедову идентификатор пользователя групповой идентификатор полное имя пользователя его домашний каталог и стартовый shell ну для чего вот вся эта информация собственно мы при vls запускаете на файловой системе только номера пользователей и групп а лс смотрит список пользователей из кота из файла страпа свд список групп и стара групп и прописывает нам и соответственно миров пользователей группы но проблема то в том что в этом же файле должны храниться и пароли а этот файл должен быть доступен на чтение многим другим программам поэтому чтобы не было вот такой дыры безопасности было введено файл от строшедову в котором находятся пароли а тут настолько помечается что пароли перенесены в файл от строшедову значит бин фоллс это шел такой забавный пин фоллс выдает всегда значение фоллс и если он стоит виде стартового шела то как только вы логинитесь под него получаете значение фоллс ошибка и вас вышибает то есть залогиниться под этим шелом невозможно хранятся в шедуу пароли не в открытом виде естественно в виде шифрованным вернее тут даже не так тут не шифрованный ну как до шифрованный но шифрование тут в виде хэш функции хэш функция однонаправленная то есть мы можем по паролю сделать хэш этого пароля но по хэшу пароля восстановить пароль невозможно принципиально и проверяется каким образом как вы помните даже на удаленной машине мы получаем пароль делаем из него по стандартному алгоритму хэш и хэш из файла от строшеда сравниваем с этим значением если совпадает то правильно введено если не совпадает то неправильно поэтому и атаки типа brute force идут каким образом мы загенерим таблицу паролей предположительно и начинаем генерить хэши для всех этих паролей если у вас словарный пароль то значит его можно сгенерить вот таблицу и достаточно легко вскрыть или цифровой пароль qwerty какой-нибудь 1 2 3 4 5 6 ну и все в таком духе их проверяют в первую очередь естественно что база данных пользователей очень важный ресурс и нужно с ней работать во первых аккуратно во вторых ну как транзакционно транзакции совершать грубо говоря а во вторых нужно иметь утилиты для работы с этой базой из командной строки не вручную же править ну и вот у нас следующие user add user del добавить удалить пользователя группы add group del добавить удалить группу модифицировать user mode group mode какие-то данные о пользователе поля и в этих файле стра посуды и стра групп ну и команда psvd позволяет менять пароль суперпользователь естественно может поменять пароль любого пользователя системы ну и кроме того что менять пароль psvd позволяет какие-то изменения в парольную политику ввести ну скажем заблокировать разблокировать пользователя изменение прав доступа естественно тоже мы должны иметь такую возможность это поменять владельца и группу владельца это change on change group ну и права доступа поменять с помощью чмот права доступа с помощью чмот может могут меняться как в буквенном виде то есть модификация скажем чмот плюс x это добавить право экзекьюшен это все всем экзекьюшен добавит права то есть и владельцу и группе и всем остальным можно модифицировать что только юзеру минусу только группе минус г и только всем остальным минус о минус а за то есть вот так вот инкрементно а можно задать прямо право доступа полностью виде трех восьмеричных цифр до это значит скажем для файла можно задать права 644 чмот 644 и имя файла и у него будет право процент 6 это процент рв ик рв для на пользователя процент читайте записывать ну как понятно x это 2 в степени 0 1 процент в 2 в степени 1 2 и x 2 в степени 2 4 позиционно получается 4 плюс 2 6 а всем остальным 44 это ритрит только читать ну и 755 право это будет исполнять всем и читать ну вот достаточно просто все эти права делают кроме статических ограничений сеанса ограничений на пользователь мы можем задавать динамические ограничения на сеанс пользователя но какие ну например можем ограничение на вход в систему задавать какие там то есть откуда может входить то есть локального терминала с удаленного терминала в какое время и так далее мы можем ограничение задать потом у нас есть файл star limits где задаются ограничения по памяти по процессам по открытым файлам и так далее значит ну и то что наиболее касается пользователей в наших дисплеерных классах это задание квоты мы можем задавать квоту на каждого пользователя сколько он может хранить данных на диске в части на сетевом тут файловые системы имеют на возможность работы с квотой тут нужно сказать что есть файловая система в которых работа с квотой просто мол вмонтирована и она как бы real time проверяется xfs или сетевая система вот наша афс проверяется квота real time и сразу как только вы чуть превысили все стоп и есть системы где проверяет с помощью демона демон время от времени стартует проверяет непривычно ли квота например на x4 у нас вот именно таким образом поэтому если вы запишите до того как демон запустился то можете превысить квоту достаточно сильно ну а потом попадете ситуацию что у вас превышена квота вы не знаете что делать но скажем если вы на диске превысили квоту на сетевом то у вас перестает логиниться и графический дисплей потому что там нужно временные файлы сохранять вашем каталоге а запись запрещена но при этом текстовый терминал у вас логиниться вы зайдете через текстовый терминал напишите fs пробел квота у вас напишется сто процентов и вы удалите лишние файлы и после этого продолжите работать не превышайте квота итак в данной лекции мы просмотрели основы информационной безопасности основные элементы политики безопасности посмотрели как осуществляется аутентификация авторизация пользователей посмотрели где хранится информация пользователей и как задаются динамические ограничения на сеанс пользователя в качестве дополнительных материалов предлагается использовать следующие публикации и также предлагается список вопросов для самоконтроля которые вы можете посмотреть для проверки понимания лекции